Каждый раз, когда во Владивостоке проходит футбольный матч с участием Приморского Луча, то и дело слышны этакие профессиональные советы от фанатов на трибунах. Болельщики всегда считают, что выпусти их на поле, игра сразу пойдет в гору. Благо, последние несколько лет все это можно проверить на деле. В Приморской столице на днях прошел традиционный кубок болельщиков Луча, в котором сошлись около сотни футболистов. Многих знаем в лицо, это наши старые болельщики. И как бы у нас, если вы видели, заявочный конкурс, когда был, даже не заявочный конкурс, а когда заявку подавали, надо было сделать селфи со стадиона, и вот практически команды присылали, там, как они находятся. Кто успел последний играть с «Авангардом», кто старые фотографии присылал, в этом плане каких-то моментов нет. Со многими мы еще ездили лет 10-15 назад на выезды в Находку, там, в Хабаровск. В этом году футбольному клубу Луч стукнуло 60 лет. За эти годы команда успела набрать себе тысячи фанатов самого разного возраста. Кто-то смотрит матчи редко, пару раз в год, а кто-то – преданный болельщик с детства. Но здесь, на поле, это уже не важно. Бьешься за себя и за свой коллектив, которых, кстати, в этот раз собралось целых 16. Ну, это очередной турнир, в котором хотелось бы уже закрыть сезон игры на улице. Ну, и, скорее всего, уже перейдем в зал. Профессионально не занимался, за деньги. А так, в принципе, медали целая гора всяких. Групповой этап, плей-офф, финал. Все это на мини-футбольных участках в борьбе 5 на 5. Видно, что некоторые игроки отнюдь не новички в этом виде спорта. За долгие годы этого турнира здесь уже появились даже местные звезды и частые фавориты. Именно в этом турнире участвуем именно этой же командой уже второй раз. По крайней мере, я играю второй раз. В прошлом году мы заняли первое место. Вот, в этом году поменяли немножко состав. Ну, и решили еще раз попробовать свои силы. А так, ребята уже, наверное, раз в четвертый играют. К слову, победителем турнира по итогу стала именно эта небезызвестная команда. Фантом в финале смог разгромить соперников со счетом 6-0. Вторую строчку занял коллектив «Зоркий». Ну, а замкнула тройку призеров студенческая команда «Тигры». Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.